пить по нефтяным нефтяной промышленности ирана здрасте а ирана закрывает армузский пролив цена на нефть там 200 300 долларов это борьба в том числе за то самое глобалистское американское наследство она уже началась сейчас получается что нетаньяху и зеленский действительно ведут себя общем по одной и той же схеме но для меня совершенно очевидно что нужно сделать так чтобы по крайней мере юг украины херсонская область и одесская казались бы по и николаев чтобы британской базы там бы не было карина александр рад приветствовать вас здравствуйте юрий а ситуация на ближнем востоке в одном из недавних своих интервью вы назвали то что там происходит ну во всяком случае характеризует действие ирана такой политической игрой на что эта игра похожа и вообще виден ли конец этой игре ведь напряженность которая там длится и обостряется периодически происходит уже не одно десятилетие и если эта игра со стороны ирана то как можно назвать действия израиля в таком случае слушайте политическая игра не закончится никогда забудьте примите это и была есть и будет информационный туман да его много но в общем то во время таких турбулентных периодов тоже понятно что раньше это были слухи в бросы такого рода провокации паника и прочее прочее но сейчас это делается через из используя достижение информационной революции разница небольшая честно говоря вот все просто быстрее получается а верифицировать реальность на земле которая дала бы возможность понять тенденции довольно сложно можно но довольно сложно что касается израиля однозначно совершенно я вспоминаю фразу моего коллеги и приятеля израильского который еще по моему в 2003 он мне это сказал грустно что израиль покатился по наклонной плоскости но он скорее всего имел в виду вот это внутреннее состояние израильской элиты потому что как ни кинь это уже не те люди не так заряжены какими были отцы основатели и основоположники сионизма вот это очевидно совершенно но теперь израиль раньше объявлял что готов ввести войну по всем фронтам у меня это вызывало смущение потому что мобилизационный ресурс самого израиля не позволяет это делает означает что за спиной израиля должен был стоять большой вася с кулаками вот теперь вопрос о большом вася с кулаками который использован в хвост и в гриву транснациональными группами элитными самыми разными одни опираются на вашингтон другие на лондон то есть вася вообще тоже растянули натянули на глобус так что как мама не горюй в результате сбои стал давать само национальное государство соединенные штаты вот и это уже большой вопрос потому что ресурс соединенных штатов надо сказать что серьезно размотан на идею якобы национального доминирования получилось что это доминирование как раз тех самых транснациональных групп которые на соединенные штаты опираются и надо сказать что тоже вот в десятые годы самые умные а таких хватает но им рот затыкают естественно или по трибуну не дают исследователи и даже советники госдепа писали о том что а что мы собственно говоря наделали повторили ошибку советского союза и навлекаем на себя такую же судьбу что ли получается потому что мы размотали свой национальный ресурс а где результат до 15 процентов мирового ввп и он этот процент будет падать имеет тенденцию к падению но это объективные процессы и тенденции поэтому турбулентность нарастает нетаньяху собственно говоря уже забыл о том что моральные багаж израиля тоже размотан вы понимаете да речь идет именно холокосте причем мы то с вами юрий особенно белоруссия хорошо знает вообще-то говоря больше всего и погибли восточные европейские евреи честно говоря наши советские евреи наши с вами соотечественники основная масса погибших это они а плюшки за это и вознаграждение получили другие вообще-то так если уж совсем серьезные более того ведь наверняка и у вас есть ну какие-то контакты да люди вот уехали мои знакомые которые покидали не в 90 и даже до 90 но особенно в 90 россию и уезжали в израиль уезжали при этом они в частных разговорах говорили о том что россия это антисемитская страна хотя исследование социологически показывали что антисемитизм россии стоит на последнем месте в 90 тем не менее эти же люди и вот наша общая приятница я очень хорошо это помню она их навестила там год через два и ни один человек показывали что отношение к советским евреям в израиле несмотря на их продвинутость уровень образования вообще очень высокие качества надо сказать но политически они не были допущены в высокую элиту не были это факт и в общем то с моей точки зрения произошла и происходила несомненная деградация израильской элиты и сейчас они собственно говоря в расход пускают и собственную государственность потому что риски очень высокий рано дело в том что израиль самостоятельно это бить по ирану не может без америки не может справиться америка тоже не может потерять лицо тут загвоздка в этом конечно значит бить по нефтяным нефтяной промышленности ирана ирана закрывает армузский пролив цена на нефть там 200-300 долларов она им надо то получается то есть причем для того чтобы это дело подтвердить прямо сейчас иран и оман на карту пусть народ посмотрит проводят совместные сухопутные военно-морские учения там прям в армузском проливе я напомню да что оман это часть эмират вот значит по ним бить ну как-то себе дороже для американцев сейчас бензин там подскочит цена да конечно там нефтяные компании на этом наживутся но извините чем это чревато дальше какими социальными какой социальной дестабилизации самих соединенных штатах это раз теперь значит надо бить по якобы по ядерным объектам ирана ну хорошо да базальтовые скалы это же нужны бомбы этих бомб такие специальные бомбы которые бьют на такой глубиной это американские бомбы но определенный запас этих бомб сейчас израиль израсходовал вливание мы видим да значит американцы должны будут что-то поставить дополнительно а себе а в запасе оставить мы же знаем что с арсеналами все не так просто и не буду возвращаться помните я вам говорила что запустить до деньги то получены на в пк американский но из денег оружие не делается нужно модернизировать энергетику это годы вообще-то говоря нужно сырье простите америка же не может отказаться от закупок обогащенного урана из россии алюминия и разных прочих составляющих несмотря на санкции шманкции и прочее прочее очень такая со складывает специфическая ситуация но тем не менее не таньяху кричит держите меня семеро готов воевать на семь фронтов вот и сейчас усиленно как-то распространяется точка зрения в сми что да нет тут не то он не шкуру свою спасает потому что его ждет тюрьма как только он остановится нет он такой идейный он значит осуществляет мечту большой израиль но я как-то знаете слабо верю в эту латынь а тут еще турция подключается турции конечно очень жалеет ливанцев много чего хорошего в адрес ливанцев говорит эрдоган но я не ошиблась в своем прогнозе надо же себя похвалили всегда делаю верные прогнозы я не ванга и не нострадамус поэтому но это я извините за жаргонное словечко просекла верно значит эрдоган прямо рвется стать миротворцем и ввести свои войска в ливан спит и видит можно сказать что он это может быть и сделает но скорее всего на он это будет инициатива возможно американцы хотя может быть и британцев с которыми эрдоган такие достаточно плотные и как бы сказать нелегко описываемые связи я совершенно не хочу сказать что эрдоган является их орудием таким вот марионеткой он не является марионеткой вот но в мире все связаны друг с другом и взаимозависимы поэтому вот эти публицистические такие оценки о марионетошности тех или иных я даже зеленского не считаю понимаете в чистом виде марионеткой потому что есть отчаянные обстоятельства он то на земле там находится у киеве да и это его ресурс он может шантажировать и у него есть ресурс для шантажа того же запада есть значит и он не является стопроцентной марионеткой да он очень зависим но марионеткой вот такой стопроцентный он точно не является ну вот поэтому сейчас получается что нетаньяху и зеленский действительно ведут себя в общем по одной и той же схеме если можно так выразиться и как зеленскому не жалко украинское население украины похоже что и нетаньяху уже но это 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 территория остается местом откуда постоянно переходят страшилки о начале третьем мировой и причем из ближнего востока эти страшилки приходят гораздо чаще особенно на фоне таких вот вот этих взаимных угроз что мы скоро вам по вам ударим причем они взаимны да то есть там иран говорит так мы ответим когда мы скажем потом может быть даже вообще не скажем но мы точно ответим и это будет о ее какой ответ израиль говорит примерно примерно то же самое если вы нам ответите то мы ответим на ваш ответ то есть вот такой вот разговор идет у них хорошо смотрите а что касается страшилок кто адресат адресат россия адресат китай это две страны которые понесли самые тяжелые самые массовые потери иран пострадал и пострадал и прямо и косвенно ну в том числе во время второй мировой войны многие мало кто знает что британцы немало способствовали голоду в иране вот в том числе перед войной во время войны вот но но почему-то до меня в свое время позабавила и в кавычках то что вы ранено ну довольно сложно к россии относится общество вот но были статьи как раз об этом голоде но почему-то обвиняли нас вот хотя это совершенно несправедливо ну ладно так что просто возьмем на заметку такую вот то есть как-то вроде и британцы оказались ни при чем но да кстати британцам должно быть страшновато они все-таки год боролись гитлером до нападения на советский союз ну считайте практически в одиночку о чем тоже я бы предпочла не забывать понимаете неважно кто что стоял какой там король да и под отрекшись эдуард да который там с гитлером ручкался и прочее прочее но факт остается фактом 40-го по 41 британия фактически реально единственное противостоял не говорю что хорошо но пострадал сильные бомбардировки лондона мы помним это сцены страшные тоже были вот что касается того же ближнего востока да там разворачивались события но не такие и вот эти массовая такая массовая гибель населения их не коснулась но я хочу сказать что да эти страшилки можно использовать конечно но работают они в общем не важнецки и нас просто пытаются образы прошлого до нам напомнить но это уже на ближнем востоке происходит уже произошло потому что судьба масула да и 40 тысяч погребенных под руинами и раки и так далее ну слушайте кому мы это все будем рассказывать после этих бармалеев которые там вырезали после геноцида езидов в санджаре кому мы это рассказываем они уже давно в этом находятся на ближнем и среднем востоке про афганистан давайте еще вспомним да там давно уже это все произошло у них уже это третье он же у них уже и четвертая началась но у них то да они в этом живут и ничего конечно в этом хорошего нет но но на нас пытаются воздействовать и и и все время говорят вот вот смотрите сейчас там эти ответят на на это а те на это и и и вот и это точно начал третьей мировой и это вращено вы правильно говорите к нам потому что мы так или иначе через рассказы дедушек бабушек мы мы помним как это что это такое как это ужасно и как это как это вообще бывает чего многие народу принципе не знают вопрос а кому надо запугивать нас вот держать в таком полу в страхе перед третьей мировой гадалки не ходи понятно что в какой-то момент вот этот парадигма глобализации должна была накрыться медным тазом но не бывает так что по экспоненте все вот так вот шло у них расцветало бы и всякие обманки которые нам кидали как все будет процветать если мы все будем взаимодействовать таки где вы видите как говорится теперь смотрите ресурсная база действительно кормовая база схлопывается правильно что в этих обстоятельствах происходит начинается передел собственности и борьба за активы а какие реальные активы я не говорю сейчас об этих виртуальных активов которые не сегодня завтра в общем то уйдут в прошлое да я имею ввиду те самые 90 процентов ничем не обеспеченных долларов ну уйдут они в прошлое по хорошему по плохому по среднему я не знаю не работает система будет новая какая-то форма взаимодействия и не обязательно кстати военное противостояние тут вообще на спаде как-то войны но бывают или на спаде бывают войны но как-то опять-таки для войны нужно оружие нужно чтобы у людей убивать нужно оружие его должно быть достаточно это должен быть уверен что оружие у тебя лучше эффективнее и его у тебя больше вот чем у твоего противника а твой противник тоже не лыком шит и сдаваться не собирается и говорит такая корова нужна самому я может и рад был бы с тобой дружить и домик иметь в майами или на лазурном берегу или где еще вот но так вот это самое чтобы ты из меня сделал блюдо на столе я не готов то есть ничего личного как говорится чисто бизнес по той пошлой поговорке идет примеривание борьба за активами можно публицистически красиво сказать я попробую что это борьба в том числе за то самое глобалистское американское наследство она уже началась все и она уже идет а ближний вас и средний восток это во-первых ресурсный регион а во вторых коммуникационный значит понятно что маятник качнется должны развиваться континентальные коммуникации и понятно что здесь евразии обретая приобретает особое значение да еще столько ресурсов меня испугала я вот только что была в башкирии там значит опять про устойчивое развитие доклады делались и вдруг я услышала фразу которая вообще привела меня состояние патовое можно сказать необходимо обеспечить равный доступ всех человеков к природным ресурсам здрасте приехали а меня забыли спросить хочу я своими российскими ресурсами вот так вот отдать их международное управление чтобы она равномерно было распределено может я сама буду выбирать кому я воду буду давать кому оружие кому нефть кому газ а я хочу взаимодействие мне нужно мне нужна организация понимаю что моей страны и у нас с вами как у союзного государства есть замечательный ресурс для создания потрясающе совершенно красивый и очень оснащенный зоны валютно-экономической и сотрудничества хорошо если ближний восток исходя вот из этой логики действительно пересечения всех транспортных путей товары севера на юг запада на восток и важность действительно этого узла показали те же хуситы которые просто легким щелчком раз и и просто поменяли всю мировую логистику в считанные там дни и не будем забывать об этих людях на земле которые все эти написанные на бумаге сценарий придуманные в головах как желаемое могут изменить помните я все время по вспоминаю каждый день вспоминаю это высказывание сталина относительно того что есть логика намерения есть логика обстоятельств красиво сказал честно говоря вот это логика обстоятельств она разрушит все сценарии поэтому мы с вами еще не сценарируем мы прощупываем возможности потому что для того чтобы сценарировать надо представлять свой ресурс надо представлять оперативном уровне вызовы которые могут скорректировать это все вот многие говорят где проект идеологии так далее ну это понимаете придумыванием неповне получится вот сидеть и абстрактно создавать эти сценарии но нет у нас даже политической силы такой молодой я напомню большевики были очень молодыми ленин совсем не старый имел прозвище старик они были очень молодые можете себе представить мой дед ему было 15 лет он в кпб вступил свекр тоже 20 понимаете то есть это были очень молодые люди в начале энергичные заряженные идей на готовы идти до конца и кстати очень обучаемые нет у нас такой молодежной силы обучаемой да вот с такой заряженностью с такой верой религиозной какая была у них ну раз нету так и чего тогда требовать у нас переходная элита я не специалист я не знаю что беларуси по поскольку беларуси исключение на постсоветском пространстве и многие сейчас это уже не хотели похвально хотят признают правда вот но в россии это не так у нас переходная элита есть такие люди есть такие люди и и чё делать-то кем заменять вот вы их отставить это просто работать все перестанет понимает так не делается вот так вот с плеча это все не разрубишь поэтому я считаю что во первых вот это вот наши я тут разговаривала с дмитрием владимировичем рады он говорит пожаловался мне на слушателей говорит я им рассказываю что если мы что верх возьмет парадигма присущая русской цивилизации православный они говорят ну как же так у нас тут и буддисты и естественно мусульмане и так далее как это так все будет жениться между собой я горю дмитрий владимирович не расстраивайтесь я завтра им читаю лекции я их убедю вот я им говорю понимаете есть такое понятие называется паттерн и коллективное бессознательно даже вы можете ничего не знать про православную цивилизацию но паттерны сработают вот поэтому вот вот они пусть и работают они пока только просыпаются мы вообще я в шоке была я всем рассказываю и слушайте наши мусульмане в чечне прекрасные люди с которыми очаровательные милейшей с которыми я общалась будучи в грозном но видимо и в других местах так они не знают о существовании единственного подлинного документа фирмана мухаммеда где четко сказано кто из вас нанесет вред христианскому народу тот враг мне и аллаху что у нас проблемы нет такой так то так но продолжу свой вопрос если допустим на ближнем востоке что называется есть за что бороться там действительно пересекаются планетарного масштаба пути перевозки товаров там там своих ресурсов валом прям вот там пока нет они только будут проложены мы сейчас говорим о севере север-юг да это россия иран индия туда выход к африке к аравийскому полуострову это потихонечку начинает работать там есть коммуникации а а вот коммуникации запад восток запад это вот то на чем о чем так мечтал китай чтобы свои товары в европу поставлять а купят ли европу вопрос это у нее все колонии то больше нет ресурс закончился кто она это европа объединенная вот но они тоже нужны потому что этого мало да только по вертикали по меридиану эти коммуникации значит у нас российская база в тартусе до латакии и нам очень важно восточное средиземноморье потому что безопасность наших коммуникаций проходящих через ближний и средний восток с этой западной стороны они должны быть защищены тоже то есть вот это побережье средиземного моря нам нужно чтобы там было спокойно и оттуда всякая гадость на наши коммуникации не летел поэтому по понятным причинам и черноморское побережье должно быть зоной безопасности для нас опять же ничего личного даже вот если даже вот отвлечься от все это и всего этого безумия сектантского украинства до которая вообще себя отделила причем здесь речь кстати все время говорят о том что о малоросах до бытнических малоросов но там же тоже проживают кто только не проживает и татарой какие только землячества или я не знаю как как коренное население на донбассе вообще такой интернационал всегда был это прям по донецку видно тех их это коснулось да это это сектантство тяжелое конечно знаете это очень интересно а здоровье славянских народов это трудно может быть кому-то будет в это поверить вот но поверьте здоровьем славянских народов не славянские народы озабочены едва ли иногда и не больше особенно те которые проживают вблизи границ потому что им то вполне понятно что если заболеют суперэтнос и да или суперэтнос то им вообще хана не надо записывать в умственные коллеги наши народы в том числе проживающие на северном кавказе например вот поэтому и даже посмотреть вот этот разворот грузии тоже южный кавказ да сегодняшний кто бы мог подумать я помню что писали грузинские средства массовой информации в 90-е годы о советском союзе россии да еще недавно можно сказать не знаю почему то я всегда думал о том что грузия это вот то что у них происходило это временно поверьте мне это здесь тоже паттерны просыпаются безусловно помимо того что грузинское руководство трезво смотрят на происходящее в мире я не живу в грузии но я контактирую с грузинскими друзьями имеющими отношения к политической сфере вот и я понимаю что эта трезвость она берет свое так вот возвращаясь к украине если на ближнем востоке мы говорим о том что существующие или планируемые коммуникационные вот эти вот огромные магистрали они действительно представить большую интересную мировых игроков то ну на украине так как минимум такого пересечения вот прям транспортных потоков точно нет в какой-то степени но но нет или да аммиака провод нефтепровод газопровод ну ладно вам мы же с вами это обсуждали смотрите венгрия словакия чуть-чуть словения но там всего миллион даже в чем-то начинает шевелиться хорватия мы видим да и так далее да и австрия уже как-то так начинает голову поднимать сохранив свой нейтралитет но мы же ничего против никого не имеем мы же с вами нам с вами чужды бесчеловечные идеологии зачистить все взять себе пространство этих убить и так далее нет почему нам нет такой необходимости мы готовы взаимодействовать почему бы этой центральной европе и востоке южной части восточной европы не оказаться в нашей зоне или рядом с нашей зоны ведь все же понимают что дальше все остальные зоны будут зонами свободной охоты вот американские базы возьмите кстати ну просто чтобы не пропадала я вам говорила до лондон и вашингтон вот бангладеш вышибли англичан да ну понятно американцы отомстили за 7 октября условно сейчас я говорю за то что им такую головную боль устроили дальше какой ход несколько лет назад совершенно незамеченным для соединенных штатов прошло некое голосование вон довольно любопытное относительно архипелага чагас но я напомню что внутри архипелага чагас находится до передачи архипелага маврики а его архипелаг арендовали британцы особо арендатором у британцев вот этого атолла диего гарсии стали американцы там их самая большая база без этой базы по большому счету никакие серьезные боевые действия потому что все что вот там на аравийском полуострове и так далее это да важно но без этой базы это в общем разрушение это вот это игла кощей условно говоря что произошло на днях британия передала архипелаг чагас маврикию король аж сам прям вот улыбался обнимался с ними и так далее они с ним песни пели ну знаете меня не удивит если кто-нибудь неизвестный какие-то такие сверх хуситы какие-то тихоходными подводными лодками соответствующими снарядами не повредят эту базу меня это не удивит и вот тогда вот за этим надо следить сейчас что там вокруг будет этого всего и тогда мы с вами сможем понять как будут развиваться процесса на ближнем востоке как будут развиваться процессы в турции у которой тоже очень большая страна и мощная и рядом с нами эрдоган воевать с ираном не хочет он твердо сказал я с ним воевать не буду с израилем якобы готов но на словах и мало того его начали уже троллить собственные граждане включая довольно популярных сунницких проповедников которые говорят это самое цитируя гамлета слова 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 вот иран делом заняты а вот чего вопрос конечно насущный вроде бы предупреждение со всех сторон сыплются что израиль ударят по ирана дарит или скажет что ударит переброска обещание она кого хочешь в общем то запутает но вот я спрашивал про страшилки кому-то выгодно так получается что все-таки штатам которые в любой момент могут сказать видите мы теряем влияние или если мы сохраняем свое влияние то вы может весь мир стальной мир может быть уверен что третье мировая не начнется мы держим под контролем там все а сейчас получается уже не держит под контролем и отсюда идут эти страшилки ну юрий это уже не вооруженным глазом видно карина александровна как пастух на выпасе все время пыталась кричать что вы все время говорить в публичном пространстве о том что тут американцы нкао и так далее забудьте это 90 и годы с нулевых тут пасутся британцы на постсоветском пространстве используя тех же американцев как дубину понимаете или как кошелек американцы на аутсорсинг это отдали равно как и на ближнем и среднем востоке у нас забыли что буш в начале нулевых самом начале вообще я не знаю кто там в америке решил видимо тоже с подачи каких-то диверсантов в самой америке а давайте действительно что то мы много тратим на обслуживание агентуры на ближнем и среднем востоке у нас же теперь информационная революция мы все можем электронным способом там подслушать и подсмотреть потому что и чо им платить и все агентура то что создается десятилетиями столетиями это не очень ругательное даже слово потому что одно дело когда эта агентура работает против а есть агентура которая обеспечивает коммуникации понимаете бывают ситуации когда прямые официальные коммуникации вообще невозможно о чем то надо все-таки договориться бывают и такие ситуации и немалая часть или большая часть такого рода вот старых агентура они нужны для этих коммуникаций это нормально это и семейные иногда связи советский союз между прочим отличное дело все использовали не гнушался и до сих пор это существует посмотрите как русофобия в германии захлёстывала все и вдруг выходит не только представитель семьи бисмарка да но и кого-то тоже из герцогов и горит вообще что себе позволяете у меня русской крови достаточно это оскорбить на то что вы говорите причем это было публичное выступление но считайте что в определенном смысле эти люди всегда будут вот этой коммуникационной агентуры вот и восстановить это америка не смогла так что собственно говоря результат в конечном итоге да американские военные цирушники люди с погонами ой как разбогатели на афганском героине но государство на 2 триллиона разорели государство то что с этого афганистан поимела ничего запечатывали их военные самолеты таскали этот героин в европу молодцы но государство то ослабело и вот эти вот американские базы и американские военные и чего к они же сейчас тоже станут при отсутствии единого управления централизованного они уже становятся такими знать корсарскими бандами они уже таковые что делают американцы в дыры зори кому идут эти деньги пострадавшим от ураганов как говорит майкл бум не смешите мои тапочки он очень любит это выражение и опять же в карманы это также как афганский героин а что это означает это разложение военной составляющей вы не находите почему вот я все про украину то спрашивают для нас для всех большинства здесь живущих больная тема то не столько ближний восток потому что ну да она она на слуху она постоянно там нам навязывается если хотите но больно эта тема здесь и мы нормальные люди мы заинтересованы чтобы здесь боль прошла в первую очередь юрий вы когда-нибудь опаздывали на поезд вот мне было 16 лет бухарест полчаса стоянки и вы вышли с одноклассницы прогуляться и возвращаемся она так весело мне горит карин представляешь а вот мы придем а поезд ушел а я вижу как он уходит потому что объявили полчаса поезд стоял 8 минут всего и вы представляете себе я так спокойно и я уже глазами ищу информацию я понимаю что ничего со мной не произойдет что я в общем в общественном месте что надо быстро зафиксировать это она побежала туда за поездом давайте не бежать за этим ушедшим поездом это уже произошло и теперь нам надо понимать как с наименьшим травматизмом для сведенных с ума в том числе так как сектантов людей нам действительно их жалко и именно потому что нам собственный моральный статус дорог мы понимаем что нам жить долго и нужно будет как-то ну с достоинством о себе вспоминать чтобы не было позорных эпизодов почему слушайте во время великое вернее уже второй мировой великой отечественной дядю моего друга армянина судили знаете за что за то что он ему сдался целая отряд сс именно сс который до этого зачистил детский лагерь убил детей убил не просто так а ритуально еще вдобавок очень страшно и не хочу это напоминать он молодой красивый армянин он потом участвовал в параде на красной площади у него снесло башку он был в аффекте это но оправдала ли его он был под трибуналом с эти он воевал он хороший командир награжденный и так далее эти сдались белым флагман он их всех убил его за это судили проблема была ой 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 я пи он мне даже мой друг переписку показал потому что как они переживали и прочее хорошо там вот опять же военный адвокат но он доказывал что он находился в состоянии аффекта естественно все подчиненные офицеры говорили что он как разум потерял совершенно он они не могли его остановить он у него было состояние бешенства просто вот ну короче говоря как-то но было же понимаете его же за это судили чтобы и другим не повадно было поэтому нам это дорого но теперь трезво понимаете мы будем о них заботятся во вторую очередь можно так вот знаете россия беларусь и беларусь суверенное государство и я вижу как последовательно я помню александра григорьевича когда он выступал он еще не был президент в 90-е помню 94 год госдума и как презрительно на него смотрели осмотрел гайдар я была на этом заседании как они все эти так далее все эти насмешки относительно социализма понимаете и прочее прочее я же все это помню поэтому вот не беларуси белорусскому народу и не александр григорьевич ничего доказывать мне и нашему руководству не нужно поэтому мы будем действовать у нас интересы совпадают все а дальше вы везете ведете хозяйство мы ведем хозяйство да как-то договариваемся и нам будет удобно все и нам дорог ваш суверенитет я серьезно говорю потому что опираться можно на то что сопротивляется если у беларуси есть суверенитет есть воля есть видение будущего есть критический подход я уверена что несмотря на всю вежливость и комплементарность я не верю что понимаете нет никаких шероховатостей но это хорошо я только за и нам надо о себе дорогих и любимых позаботиться у нас с вами вместе больше 160 миллионов человек на украине 20 давайте смог себе пред мы и так как выразился один американский офицер в отставке россия воюет с одной рукой привязанной к спине но мы же не не таньяху чтобы разносить это нам не надо разносить мы разнесем только потому что нам нужно защитить себя потому что все эти сказки все эти разговоры сейчас пошли разговоры о том что запад и вообще а может быть прекращение огня перемирия и так далее может быть на каких-то участках я не военный эксперт не знаю но для меня совершенно очевидно что нужно сделать так чтобы по крайней мере юг украины херсонская область и одесская оказались бы по и николаев чтобы британская база там бы не было хотя и вроде разнесли наши ракеты калибры что ли или там не помню что общем что-то разносило вот но тем не менее нам не нужно чтобы там было чье-то присутствие вопрос насущные опасные это приднестровье колбасно все это понимают но это как бы тоже палка двух концах карина санна спасибо вам за как всегда интересный разговор будем заводится друг о друге и я уверен это нам поможет справиться с любыми трудностями которые так или иначе сыплется с нам на нас как из рога изобилия то справа то слева и каждый день а вы знаете хорошо но я не в том смысле я не не про испытания но испытания даются в том числе не нужно думать за что а нужно думать зачем а и и и и и и и